Приветствую вас, и если я правильно понял, вы интересуетесь своей личной жизнью в отношении к человеку, который является жестоким, и который пьет, и которого вы боитесь. Собственно говоря, поскольку конкретного вопроса вы не задали, то можно предположить, что вам не нравится то положение вещей, которое у вас сейчас имеет место быть, и вам бы хотелось его изменить, а именно, изменить либо себя, либо этого человека. Дело в том, что мужчина, если он жесток, и если злоупотребляет алкоголем, то вряд ли способен измениться. Как сказал Андрей Смирнов, его поведение есть вследствие психологических проблем, и это правда. И само по себе данное явление не является каким-то аномальным или плохим. Плохо является то, что мужчина не хочет эти проблемы решать, его все устраивает. И поскольку, скорее всего, такой человек не прислушивается к критике, не прислушивается к вам, не прислушивается к кому-либо, то возникает вопрос, а насколько можно быть счастливой вам в таких отношениях, в которых вы испытываете страх к своему партнеру? Вряд ли можно назвать человека в таких отношениях счастливым, свободным и ощущающим себя, в данном случае, женщиной. То есть вы в этих отношениях будете лишь наступать на свою гордость, терпеть оскорбления, возможно насилие и так далее. И вот спросите себя, а ради чего вам это нужно? И можно ли любить человека, которого вы боитесь настолько сильно? Можно ли любить жестокость? Можно ли любить алкоголизм? Думаю, нет. И тогда возникает вопрос, как же так получилось, что вы вступили в отношения с этим человеком? Если он таким был изначально, то вас получается какое-то время все устраивало, а потом перестало. Если лишь при каких-то определенных, конкретных обстоятельствах человек начал вести себя так, то логично бы положить, что какие-то условия на него повлияли. Возможно, все внешние ситуации в его жизни, возможно, ваши отношения. Но если вы можете выделить определенные, конкретные моменты, после которых мужчина начал так себя вести, то эти моменты с ним нужно попытаться разобрать, чтобы сохранить отношения. И если мужчина ответит вам положительно на ваше желание эти моменты разобрать, то тогда, возможно, уже не все потеряно, и отношения сохранить можно, нормализовать их возможно. И очень вероятно, что вы друг друга сможете услышать, понять и изменить свое поведение. Но если мужчина не услышит вас, если мужчина, несмотря ни на что, будет вести себя так же, то такие отношения для вас деструктивны, к сожалению. И не хочется ничем хорошим, кроме ваших страданий. Мужчина все устраивает. И в этом случае вам необходимо решить для себя. Либо вы живете этим мужчиной и полностью придаете свои интересы, свои желания, свои стремления и цели. Либо вы думаете о себе. Потому что о вас никто больше не подумает. И если вы решите второй вариант, то от этих отношений нужно бежать. И бежать как можно быстрее. Потому что противном случае ваша жизнь превратится в ад. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго. Звучит музыка, поэтому мы сможем Продолжение следует...